добрый вечер дорогие друзья я иду в гости я подхожу к уже знакомой калитки где живут две чудесные женщины надежда и татьяна мама и дочь и меня должно ждать чудо цветение тегридии ее необычный красивый цветок цветет только несколько часов до захода солнца и я опаздываю тегридия уже отсвела ну очень обидно конечно придется ждать следующего если кажется дождусь но ничего здесь много других интересных вещей а 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 м а а к его Маленький, папа, прелестный свет. Знаешь, как тебе пришла идея, но ты там с девочками, по-моему, да, переписываешься, с подружками своими, тоже они что-то мастерят. Какая прелесть, мне так это нравится. Георгины, корни. Да. А как вы храните, например, и георгины, и каны. А как? Куда вы убираете? У вас же нет подвала? Нет, у нас закрытый утепленный балкон, и мы покупаем коробочку такую картонную, туда опилочки, и на пол, пол холодный по-любому. А, понятно. Поэтому они так, ну, проветриваем там, периодически просматриваем, чтобы не... А, ну, примерно как в подвале у вас происходит такое, Да, да, похоже. Два года вот я хранила, нормально сохранились, хорошо. Ага. Вот эти уже третий год вот там георгины растут. Здорово. А перчик это вот как раз острый, да, вы его добавляете в блюда? Да. Да, солили огурцы с этим перчиком. Ну, перец он считается как многолетний, наверное, если сколько вот он в тепле будет стоять, он будет расти. А, то есть вы его в Москву возьмете и попробуете, да? Да, мы заберем его домой. Тысячный коробок можно на него положить? Нет, вот это прямо как раз видно рука и размер этого арбуза с поруки. Вообще малюсенький, конечно, но, наверное, мне кажется, сладкий будет. А он у вас один? Два. Два? А вот эти плети? А второй еще маленький. А это плети все его, да, такие большие, длинные? А как он называется, этот арбуз? А я не помню, сов, какой. У нас тут мы несколько... А где вы его купили? Ну, семена купили все. Нет. У нас позапрошлым вот такой вот вырос. Такой. Мы его ели на мамин день рожденька просто. Угу. О, вот здоровый. Слушай, здоровый. Это красный-красный. Это уже две твои руки, да? Да. Ой, и вот бархатцы для того, чтобы обеззараживать. Это другой чуть-чуть полосатенький. Слушай, как классно. Надо же. Ну, раз вы ели, значит, вы уже это знаете, что все будет классно. Ой, господи. Боже мой. Смотри в зеркало, в камеру-то. Мотя, ты гвоздь программы. Ты красавчик. Мотя, посмотри на нас. Мотя. А он поет песни. Я слышу. Ваш Мотя. Ха-ха-ха-ха. Самый главный, да? Вот это. Еще этот ваш, как Рамзес. Да. Ну, Мотя мне напоминает вот, я говорю, кота из сказки или даже вот из Алисы. Сначала появилась улыбка в облаках, потом появляется сам этот кот. Потому что он такой пушистый, такой огромный, такой веселый. Очень много. А здесь-то у нее, она вот так приводит. Ну, она занимается вот бисером. Ей нравится, да, делать картины из этого? Бисером и... Ну, она может любые делать картины. И часы, и вот собаку. А, думаю, у нее еще вот она же своих котов любимых, да? Да. Сделала картины. У нас на даче все очень талантливые люди здесь живут. Я знакомила вас со Светланой, она пишет стихи. А сейчас мы у Татьяны, Танечки, и она занимается... Вот я уже показывала ее картины, и она занимается... Как это называется? Техникой. Алмазная мозаика. Алмазная мозаика. Вот она, видите, берет из коробочек специальная такая штучка. Так сделано, что захватывает эти... Беру вот так вот. Угу. 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 Это томаты, чисто зеленые, они тоже какие-то целебно, лечебные. И спелость определяется только только вот мягкостью, чтобы они были чуть мягкие. И вот мне этот прекрасный помидор подарили. Его буду резать. Он очень спелый, он очень вкусный. Он даже немножечко у меня переспел, потому что, какая прелесть. Вот такой необыкновенный зеленый помидор, представляете? Сейчас буду с ним делать салатик. Ой, какая прелесть, ой, какая прелесть. И вот видите, я специально подержала, чтобы вы видели, что он уже даже немножко перезрел, что он зеленый, до конца зеленый. Это вот такой сорт великолепный. Вот такой великолепный сорт. Ой, как я рада, как я рада. И на вкус он замечательный, потрясающий. Ой, какая прелесть. Боже мой, какая прелесть. У вас столько экзотов и арбуз даже. А кто экзоты покупает? Дочери или вы тоже? Нет, она в основном по этим магазинам. Потому что я смотрю, у вас такие необычные всегда вещи. Вот всегда придешь, цветы такие необычные, такие фрукты, овощи. Вот Мордику она-то, кстати, посадила тоже. А где? Вот она, вот она. Как огурец считается, да? Ну, она и как огурец, и как баклажаны. Их столько названий, много разных. Поэтому я даже уж не помню. Ну вот Мордику никогда не видела. Слушайте, а они у вас такие огромные. Они больше вашей руки. Мне кажется, это еще небольшие. Небольшие, да? Да. А что с ними делают? Жарят? Жарят, солят, парят. То есть все что угодно. Солятыми, баклажанами, огурцами. А, все-таки. Нет, ну огурцы-то. Можно и солить, и мариновать. Да. Я читала, что можно и солить, и мариновать. Ух ты. Да. И жарить. И тушить. Ну вот видите, нам не удалось красавицу это увидеть. Тигридию. Потому что пока я прибежала, мне приглашали в гости, она уже закрылась. Она цветет буквально пока солнце светит один день. Ну, во всяком случае, зато хоть Мордику сняла. Какая прелесть. А вы что с ней хотите делать? Выбрали что, солить или... Не знаю. Пожарим пока. Пожарим, попробуем, вкусно или нет. По вкусу напоминает баклажан, говорят, жареное. Но я точно не знаю, потому что первый раз еще не пробовали. Ой, ну спасибо. Вот так проращивали семена, а это так цветет. Вот она, ее листья. И правильно она называется все-таки Мордика. Было безумно интересно. Я это видела в первый раз в жизни. И вот в саду стало совсем темно, и зажглись прекрасные, прелестные фонарики. И я уже хотела поставить точку на этом и смонтировать фильм, но прошла неделя, и меня снова позвали в гости. Свела тигридия. Вот, наконец, в третьей попытке я снимаю тигридию. Ура! Ой, отлично сейчас пошла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok